В последнее время и достаточно долго лидерство закрепилось за несколькими типами операций. За мамопластикой, за ринопластикой и блефропластикой. Блефропластика это возрастные изменения в области глаз. После любой операции возможны осложнения и пациент имеет право и более того должен им это знать. Даже после удаления зуба или аппендиктомии регулярной операции риски всегда есть. В пластической хирургии это плановая хирургия. То есть мы ведем, подготавливаем пациентов, обследуем их и мы оперируем в принципе людей здоровых, с хорошими показателями. Поэтому рисков очень мало. Тем не менее они есть и у каждой операции они свои и обязанность доктора честно и подробно рассказать об этом. Но их мало, поверьте мне, их очень мало. Мы работаем над тем, чтобы установилось все меньше и меньше. Вероятность мизерная. Чтобы не приживался имплант, честно говоря, это единичный случай многолетней практики хирургов. Такое может быть связано в основном с инфекцией, либо какими-то другими проблемами. Сам по себе имплант приживается практически всегда. Поэтому бояться того, что он не приживется, я думаю, что не стоит. Избежать разрыва импланта должен хирург. Потому что 90% разорванных современных имплантов, мы не говорим о старых, которые были установлены 20 лет назад, у них у всех есть срок годности. У современных имплантов разрывов практически не бывает. И 90% разорванных, к сожалению, как правило, повреждаются при установке. Поэтому это забота наша. Что касается, как определить, разорванный имплант или нет. Если вы обнаружили изменение формы, боль, отечность или какой-либо дискомфорт, вы должны обратиться к своему доктору. И, скорее всего, он вас направит на дополнительные исследования, УЗИ, либо МРТ. И вы разберетесь с этим. Доделал и несколько раз. И более того, я настраиваю себя в каждой операции так, как будто это мой близкий человек. Хотя с близкими немного сложно эмоционально, но как только операционное поле отгораживается, выключаются все эмоции и работают так же, как всегда. Отказываю и отказываю достаточно часто. Чаще всего, когда я чувствую, что человек не понимает, в чем суть. И операции у человека нереальные ожидания. То есть, как проходит консультация, человек приходит и говорит, что его беспокоит, и что бы он хотел иметь. Не всегда возможно добиться того, чему ему хочется. Если он не готов на компромиссы, такому человеку я стараюсь объяснить, что это невозможно. Если он не понимает, то мы прощаемся. Но прежде чем проститься, я стараюсь его предостеречь от вмешательства, потому что действительно это невозможно. Либо, если я чувствую, что это не желание, а просто какая-то неуверенная какая-то дань то ли моде, то ли подруга сделала и тоже хочется. Но я не чувствую того, что человек действительно этого хочет. И я спрашиваю, что подумайте, пожалуйста, еще пару недель над этим. Действительно вы хотите операцию? И частенько, я не ошибаюсь, и пациент пропадает. Вы знаете, в последнее время все больше людей обращается за наиболее натуральным внешним видом. То есть размеры пациентов варьируются с двойки до тройки. Реже стали обращаться за какими-то вычурными объемами, за чем-то огромным. Это отходит немножко в прошлое. Тем не менее, иногда эти запросы бывают, и мы их тоже обсуждаем. Как конкуренция есть? Как конкурировать нужно уметь правильно и честно? Безусловно, конкуренция есть. И конкуренция – это всегда двигатель к прогрессу, и я к этому отношусь великолепно. И конкурировать надо, конкурировать нужно уметь правильно и честно. Как мы конкурируем, мы постоянно учимся для того, чтобы быть на вершине уровня современного медицины. Все эти дипломы – это конгрессы, которые мы посещаем. И даже это не все. То есть мы постоянно учимся. Кроме того, мы постоянно обновляем свои инструменты. Постоянно работаем над оснащением своих операционных. Поэтому, чтобы быть на вершине и ради того, чтобы наши пациенты получали лучшее, что есть на сегодняшний день. Поэтому конкуренция есть, и она делает классическую хирургию все качественнее и качественнее. Отвечу коротко. На сегодняшний день у современных имплантов срока годности нет. То есть, если с имплантом все хорошо, нужно понимать это правильно. Пожизненная гарантия – это не гарантия на то, как будет выглядеть грудь всю жизнь. Это гарантия на то, что имплант не испортится сам по себе. Тем не менее, грудь может измениться, но с имплантом будет все хорошо. Так современные импланты менять не нужно. Если не случилось чего-то, что может случиться? Со временем вы можете покормить детей. После операции может случиться два или три или одно грудное вскармливание. Грудь может измениться. С возрастом ткани теряют свою эластичность. Они растягиваются, и грудь может опуститься. Это часто приводит к повторной операции, и об этом нужно знать. Но имплант внутри будет нормальным. В среднем до полного восстановления проходит три месяца. Первые два месяца человек ходит в белье. Третий месяц есть существенное ограничение, в основном касающееся физической активности. И полное восстановление проходит три месяца. Но до выхода на работу, офисную работу, как правило, проходит от трех дней до недели индивидуально. Если пациент из другого города хочет приехать, в Москве можно находиться от трех дней до недели. И спокойно полететь домой. Болит около трех-четырех дней после обычного амопластики. Поэтому уже можно возвращаться к жизни. Я им советую соблюдать все рекомендации, которые дал им я. При каждой операции они могут отличаться. В основном это соблюдение режима. В основном это ношение специального компрессионного белья. И при каждой операции это может несколько варьироваться, длительность ношения белья. Это прием препаратов и так далее. Поэтому рекомендации расписываются в каждом случае индивидуально. И соблюдать их нужно тоже обязательно. Мне очень приятно, что мне доверили ответить на ваши вопросы. Я надеюсь, что у меня получилось это сделать. Я желаю вам здоровья. И будьте счастливы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова